Я вас категорически приветствую. В предыдущем видео я очень прозрачно намекнул на то, о чем будет следующее видео. И да, речь пойдет про липкое продольное трение покрышек. Наши колеса уже могут держаться за опору, но только если скольжение случается в боковом направлении. Однако, если колесо скользит продольно, как видим, тормоза здесь не работают. Давайте решать этот вопрос. На самом деле здесь уже все решено. Ведь у нас есть работающий алгоритм оперечной силы. Все, что нам необходимо сделать, это просто скопировать его и слегка адаптировать для случая продольного трения. Подробное описание работы алгоритма я дал в видео «Переходная боковая сила. Транзиент латерал форс». Если вам интересно, можете найти это видео на моем канале в плейлисте «Vehicle Components». Вот кадр с того видео, где я показываю, как рождается формула расчета латерального динамического трения. Легким движением фотошопа адаптируем формулу под текущие нужды. И получаем следующее. «SY» и «SYmax» мы заменяем на «SX» и «SXmax». И вместо абсолютной «VY» мы берем абсолютное «Long Sleep Velocity». Итак, алгоритм готов. Пора браться за блюпринты. Открываем компонент «Колесо». Находим функцию «Wheel Acceleration». Здесь у меня уже готов расчет продольной скорости скольжения. Но давайте я соберу его заново. Вам лишь нужно создать переменную «Fluat Long Sleep Velocity» в категории «Sleep». Далее, чтобы найти скорость скольжения, нам нужно вначале найти касательную скорость колеса. «Tangent Velocity» равно «Angular Velocity» умноженное на «R». И разность между касательной скоростью и скоростью центра колеса и будет искомой величиной продольной скорости скольжения. «Long Sleep Velocity» равно «Angular Velocity» умножить на «R» минус «VX». Переходим в функцию «Get SX». И прежде чем мы соберем нашу функцию, давайте немного здесь приберемся. Чтобы убрать «Branch», который нужен здесь во избежание деления на ноль, давайте просто используем ноду «SaveDivide». Убираем лишние ноды. Проверяем работоспособность блюпринта. Все по-прежнему работает. Приступим к сборке функции. Продолжение следует. «Баттак всем речь incorpую роду. Убираем сер Выссан, и в очередной гороскоп Card como уехалиели». Не следует на compañки написать начальник, иARE Höру, упомяющий AfterD sell to playivity level. uousút из каждой benz aquí, Чтобы не терять время, давайте просто откроем функцию gtsy и скопируем оттуда вот этот кусок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее отключаю переменную из расчетов во всех местах, где она используется. Теперь можно с чистой совестью изменить ее тип. И возвращаем переменную relaxationLength во все функции, откуда мы ее изъяли. Будьте внимательны, в расчете латеральной силы мы берем компонент y, в расчете продольной силы компонент x. Продолжение следует... Готово. Проверим, как теперь работает продольное трение. Машина по-прежнему сползает вниз по склону. А все потому, что мы должны сделать еще одну небольшую поправку в расчеты. Возвращаемся в функцию wheel acceleration компонента колесо. Создадим новую переменную bull islocked. Этот флаг показывает заблокировано колесо или нет. И теперь идем обратно в функцию getSX. Здесь мы с помощью selectNode и bull islocked будем выбирать различную величину для sxmax. Если колесо заблокировано, то sxmax равно знак от продольной скорости скольжения. И вот он момент истины. Забираемся на склон, выжимаем тормоза и... Все работает. Машина теперь держится и не соскальзывает. Я могу теперь встать под углом к склону, по диагонали, как угодно. Покрышки надежно держат наш автомобиль. Если автомобиль по-прежнему норовит у вас соскользнуть, поиграйте со значением relaxation length. В моем проекте при relaxation length x равно 0,01 я все еще замечал микроскольжение, но уже при 0,03 машина стояла как вкопанная. В общем, не бойтесь экспериментировать с числами. А я на этом откланиваюсь. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok